МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы славим человека мирной працы. Акция Фонду Миру под такой назвой прошла в Будокошелевском районе. По гляду будущего, в Гомеле в 21-й раз прошел областный конкурс науково-технической творчести. А сейчас об этом иншим больше подробно. Оптимизация пассажирских перевозок, патриотичные автобусные маршруты и оплата проезду про смартфон. Старшиня был выконка Магина Соловей наведал первый автопарк акционерного товариства Гомеля АблАутотранс. Наши корреспонденты потекавилися под обязанностями. Якое значение для Гомельской области мая предприемство Гомель АблАутотранс можно мерковать по такой лижбе. Протяглость его маршрутной сетки перевышая 40 тысяч километров. Миновито стольки складая должиня экватора. Почас наведывания акционерного товариства Старшиней АблВаканкама, размова не стольки об досягненях, кольки об иснуючих проблемах и перспективах далейшего развития. Сегодня предприемство працует в умовах мостной конкуренции, что примушает шукать новые подыходы по створению для пассажиров больше комфортных умов. Мы для себя ставим задачу внедрения информационных технологий на пассажирском транспорте. С февраля месяца начинается пилотный проект по оплате проезда с помощью смартфонов. Также мы ставим перед собой задачу продолжать обновлять подвижной состав, как грузовые, так и пассажирские автобусы. Нельзя сказать, что в макшимасте Гомель Абл Аутотранса выкарыстовывается недостатково, але и резервы есть. У приватности размова идя об оказании туристичных послух. На приконце минулого года предприемство открыло маршрут, размещанную у Национальным парку Припятске резиденцию Деда Мороза. Сегодня старшиня АблВаканкама Геннадь Соловей дае еще одно доручение. Распрасовать так званные патриотичные маршруты. На Гомельшине шмат знаковых местов, связанных с Великой Айчинной. А у нас таких мест очень много. Это и Красный берег. Сейчас будет создаваться, и мы обратились к всем нашим организациям по меморальному комплексу в Осетлогорском районе Алла. Это и Багратион, это на сегодняшний день Лоевский район, да и другие районы. И в протяжении туристической темы. Зараз у первого автобусного парка акционерного товариства «Гомель Абл Аутотранс» началась реконструкция автобуса «Икарус». В Беларуси дарыши машин такого класса больше не засталось. С просьбой захавать автобус в минулом годе до керавництва предприемства звернулись о Гомельшане. На линию «Икарус», конечно, не выйдет. Будет обслуговывать туристично-экскурсийные маршруты. Дарыши, не глядяши на 30-ти годовый взрослый и пробег больше, как у 2 миллионы километров. В целом автобус захавался недренно. Двигатель, коробка, мосты – все исправно, все на ходу. Переварим кузов, и он пойдет опять в эксплуатацию. Наведывание старшинью Абалаканкама автотранспортного предприемства завершается с устречей с коллективом. Геннадь Соловей неутойвая. Сегодня необходимо проводить оптимизацию пассажирских перевозок. И эта с устреча – махчимость почуть думки специалистов. Попустые автобусы – у дженый час. Низкая окупность перевозок, отсутность одиного оператора по слух. Тут, саправды, есть над чем працавать. Автобус, электролейбус идет на 30% загруженный. Но потом только время пика, они все наполнены. Для того, чтобы не создавать конкуренции, должен быть один оператор. Я говорю, пускай и грузоперевозчик, пускай и заказчик будет в лице, или это будет какая-то определенная компания в городе. Поэтому мы над этим работаем. И я думаю, в течение этого года мы решим вопрос. Для того, чтобы оптимизировать. Потому что горэлектротранспорт только 59% компенсируется населением, возмещается затрата. Сегодня автобусным парком где-то под 70%. Хотя наша задача уже подойти к 90%. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадокомпания «Гомель». На посажении президиума Гомельского областного объединения профсоюзов подвели выники деятельности за минулий год. Летостью в области створено 235 профсоюзных первичек, что «Амаль» на четверть больше ему 2018-м. Их членами стали «Амаль» 1800 человек. Что тычется работы по обороне правоупрацовных, то за минулый год у профсоюз поступило 120 зворотов громадян, больше за 35% из которых уже выращенные. Люди отримали недоналиченные гроши, протягнули день и контрактов и уладили иншие спрочные пытания с наймальниками. У некоторых выпадках отримали полную правовую допомогу под ключ от письмового сворота до судебного посяжения, после которого вертались на свои посады и протягивали проционную деятельность. Так, за 2019 год правовые инспекторы узнавили на рабочем месте 15 человек и допомогли вернуть 297 тысяч незаконно утриманных рублев. «Хочу отметить, что та информационная работа, которая проводится в настоящее время, те ресурсы, которые мы используем, телефон доверия, выездные приемы граждан, они непосредственно показали, что профсоюзам доверяют и к профсоюзам обращаются за реальной помощью. Если сравнивать с прошлым годом, то количество обращений переросло более чем на 50%. Но в этом мы видим, прежде всего, доверие к профсоюзам, доверие граждан в решении своих вопросов». А кроме того, селит областные профсоюзные организации приймут уделу акции с клопотом про человека працы. Со своих сродков они выделят 4 тысячи рублей для поширения материально-технической базы организации агропромыслового комплекса. Нагадаем, что 2020 год обвешены годом беспешной працы у сельской господарцы. «Мы славим человека мирной працы». Акция Фонду Миру под такой назвой прошла в Будокошелевском районе. Члены громадской организации ушановили 20 человек, как девушек, так и былых супрацовников Галины Живелогадоули. Дмитрий Котов протягнет. Працовный шлях Алены Новицкой с сельской господаркой связаны больше за 30 годов. Сначала працевала в Решицком районе, а после переехала в Будокошелевске. Зараз працуя техником-ассиминатором в Саугасе-Потаповске. Женшина означает, работа хоть и вельми складанная, однако текавая. Головная с душой ставится до кожной живелы. Только тогда будет добрый выник. Работа нравится мне моя. По своей работе мне нравится животноводство. Люблю животных, люблю работать с ними, мне интересно с ними. Я знаю каждую свою, например, голову. Если я прихожу на работе, я знаю каждую корову. Не то, что по имени, по номеру, я знаю каждое лицо. Я могу сказать, какая корова пошла, чья это корова. Сколько это дает даже, если в другой раз мне звонят с работы, бригадир спрашивает номер коровы, говорит, я ей объясняю, что это корова с такими-то рогами, с такой-то головой. Я знаю их просто у всех лицо. Мне интересно с ними, поэтому я работаю. Сироты, кто изнимается на сцену за Узнагородой, и Лилия Алагинская. Оператор машинного доения СКСУП Крылск прорсовать у сельской господарцы, подшелаясь еще на Радзиме, у Казахстане. Потом лес распородился таким чином, что Жаншина переехала в Беларусь. Об этом, признается, николи не пошкодовала. Тем больше, коли истнуют добрые умовы и для життя, и для працы. Коли у коллектива поважают и ценят. Узнагорода от Фонду Миру тому приклад. Конечно, приятно каждому человеку, когда ему оказывает кто-то внимание какое-то. Приятно, конечно. Акция Фонду Миру «Мы славим человека мирной працы» проходит с некальки разов у год. Святочная падея в Будокошелевском районе другая за 2020-й. Звычайно, ушановывают у всех представников агропромыслового комплексу. На этот раз вы решили отзнашить живеловодов. Сегодня это падает головная, складающая эффективные працы и крыница повышения прибытков у сельской господарцы. Акция закликана узнять авторитет человека працы и престиж профессии. А сама головная – выказать подзяку людям за их непростую, что-то дневую деятельность. Это отзнашить одна из важнейших. И от нее зависит благополучие людей. Если животноводы будут производить свою продукцию, значит, они будут жить дружно, согласно, будет продовольственная безопасность. А это отвечает именно тем задачам, которые решает Фонд Мира. Это отзнашить особую. И я бы этих людей назвал людьми с большой буквы. Дмитрий Котов, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель», Будокошелевский район. Во управлении по праце, занятостей социальной обороны Гомельского гарвы конка могучились улетние планы по снижению взрыва беспрацовья. Значная увага будет надаваться навучению новым профессиям и до помощи у открытия властной предпринимательской справы. Наши корреспонденты подзекавились под обязанностями. Сегодня в Гомеле на офицейном улице находится 326 беспрацовных. Это самая низкая колькость за пошли 30 годов. Разом с тем, это не значит, что можно успокоиться. В 30-х студене на первонавучении накировали первую в этом году группу беспрацовных с 12 человек. У центра занятости уже отримали заявки от размещенных в городе предприемств на подрыхтовку кондитеров, водителя у троллейбуса и машинистов мостовых кранов. Основная проблема связана со станом здоровья претендентов. На тех же водителях медкомиссию не проходят больше, как полов, ожидающих отримать новую профессию. Хоть с другого боку, есть специальности, потребования до яких не такие жорсткие. Мы в основном готовим профессии под заказ нанимателя. У нас очень большой спрос идет среди общественного питания. То есть заявки подают и на обучение профессии повара, продавца, контролера, кассира. Локон нам заявочку постоянно дает на получение профессии парикмахер, мастер по маникюру, педикюру. А прача таго, а пошний час усе больше значная колькасть беспрацовных починает займаться партпрымальницкой и рамесницкой деятельностью. У минулого года отповедный курс у Гомеля пройшли около 70 человек, причем полова з них открыла властную справу без притягнения державных сродков. Да раньше сегодня эта поддержка складает крыху больше, как 2500 рублей. У этом году ее уже отримали 9 человек, 8 из которых на приконце минулого года так само учились по программе «Партпрымальницкая деятельность». Две трети – з їх мужчины, середнего взросту. Организует предпринимательскую деятельность наша безработная. Это, как правило, мужчины среднего возраста 35-40 лет. Также наиболее популярными видами деятельности – это такие виды деятельности, как торговля, деятельность такси, грузоперевозки, отделочные работы и многие другие. Олег Сенцюров, Максим Савин, Валерий Гапанько. Телерадио «Кампания Гомель». Техноинтеллект. У Гомеля в 21-й раз прошел областный конкурс навыково-техничной творчести. У им приняли уделка для 80 наученцев из всех районов Гомельщины. С поборницей проходили у ГДУ у меня Франциска Скарыны. На их завитали наши корреспонденты. Молодь в возрасте от 14 до 18 годов – переможцы и призеры районных и городских конкурсов навыково-техничной творчести. Они приехали в областный центр, чтобы презентовать свои проекты, затекавить жюри и отримать новые махчимости. Например, закласти подморок для будущей в учебе в ВНУ. Нередко-удельники не изменяют свои навыковые интересы и далее пишут курсовые и дипломные проекты по одной теме. Именно Гомельская область первая инициировала этот конкурс в нашем регионе и только потом подхватила республика. Ребята Гомельской области – самая техничная, самая инновационная, самая креативная. Благодаря им, я уверена, в будущем экономика нашего региона, экономика республики Беларусь получит новый импульс, новый потенциал. Благодаря инновациям, разработкам и способностям в IT-технологиях. По традиции техноинтеллект проходит в двух формах. На завочной спопорничаются в трех номинациях, присвященных архитектуре. На вочной презентуют идеи по семи направлениях – техничном моделировании, конструировании, радиоэлектронике, робототехнице, мультимедийных технологиях, информатице и науковых доследованиях. При этом для жюри важный баланс помеж теоретическими видами и практичным применением. Так у Добрушевского района Центра додатковой адукации створили экскаватор-манипулятор, здольный в месте подлогу. Потом у наставника и ученев появился шмат идей для допрацовки и других вариантов использования. Основную работу делал Юркин Александр. Он сейчас учится на сварщика в лицее в Добрушевском. Это шасси самодвижущиеся, которые на данный момент работают от мускульной силы человека, то есть педали и цепь. Ну, если, как говорится, будет получаться, то мы планируем ее перевести или на электротягу, или на двигатель внутреннего сгорания, чтобы можно было уже, ну, не на небольшой скорости, но ездить, кататься. Имены призера-упероможца в 10 номинациях прохучали подчас урочистой церемонии закрытия. Традиционно большинство – это хлопцы. Однако были и девчонки, как, например, Деяна Талецкая с Петрикова, которая примала уделу техноинтеллекции у першиню. Мой проект назывался «Тепловой амперметр», мне его помогал делать папа, а всю теоретическую часть мне помогала делать учительница. Раньше я участвовала на турнире юных физиков, мы заняли диплом третьей степени, командная работа. А сейчас я, честно сказать, не ожидала, но мне очень понравилось, большой опыт в этой сфере. И я, конечно же, буду продолжать заниматься физикой и как-то свои навыки нарабатывать. Переможца областного этапа проставят Гомельщину в республиканском финале конкурсу. Ганна Корольчук, Игорь Марысченко, телерадио «Компания Гомель». Девчина возрастя от 14 до 20 годов с высоким интеллектом и привабной внешностью. Миновата так выглядит типовый портрет хворых на анорексию. Семья не за все дыхутка разумеет, что с их близким человеком нечто не так. А между тем анорексия – одно из немногих психичных расстройств, небеспечных летальным заходам. Марина Джалая наведала Гомельскую областную психиатричную больницу и погуторала на эту тему с пациентами и специалистами. Подробностей в наступном сюжете. Ирине 17. Яна вучится на первом курсе одного из гомельских университетов. Профессию обрала вельми серьезную в стане инженером-будовником. Можно сказать, что сегодня девчина снова отшула смак жития. А еще год тому я наважила 35 килограммов. И никто не ведая, как все могло закончиться, когда бы не звернулася за допомогой до специалистов. Все началось тривиально. Время подчинку за межой Ирина набрала пару килограммов. После вертания отримала комплимент, что фигура стала выглядеть лучше. А вот сведомость этой словы урезались как свеченье того, что и она потаустела. Сначала Ирина занялася спортом. Потом стала отмавляться от ежи. И дошла до соправданного экстрима. Пила только воду. Я боялась есть. Я думала только о еде. Я даже на уроках смотрела видео еды, фотографии еды, сохраняла. Я хотела есть, но я не ела. Я думала, даже кусочек. Я съем чего-то, все, я буду толстой. Со мной никто не будет общаться, хотя на это время я ни с кем не общалась. У вынику за три месяца Ирина похудела на 15 килограммов. Почала страшовать притомность, стали крышиться зубы и выпадать волосы. Съявилися прикметы депрессии. Тягнуть с визитом до психотерапевта и далей было нельга. Стан девчины до того момента был критичным. Спочатку я натрапила на консультацию до хойницких медиков, откуда родом. Затым зато помогой поехала в Минск. Там я ее вагу подняли, але психичный стан заставался помежным. И два месяца тому девчина свернулась до психотерапевта Гомельской областной клиничной психиатричной больницы. Ежемесячно только ко мне обращается порядка двух-трех молодых людей впервые, которые нуждаются в лечении. У Ирины было достаточно критическое снижение веса. В ее случае было необходимо стационарное лечение с целью набора веса. Но после выписки из больницы сохранились все равно вот эти анорексигенные тенденции. Все равно было искаженное восприятие своего тела. Она все равно думала, что она толстая. Она начала переедать. После этого ограничивать опять себя в еде. То есть поведение пациента с анорексией, оно сохранялось. Наша задача была убрать его, чтобы она могла продолжать жить, как обычный человек. Есть классичные симптомы, по яких можно заподозрить анорексию. И это не только снижение ваги. Тут и повышенная раздражняльность, и без конца узваживание тела, и замкненность. Измена гардероба, где нема места, облегающие вопротцы. Каб не пропустить критичный момент, лучше завернуться до психотерапевта. В приватную альбо державную клинику. Некоторых полохая махчимая постановка на диспансерный улик. Але лечиться амбулаторно, а не стационарно. Навод в державном медустанове можно анонимно. В любом случае цена життя докладно выше, чем страх трапить под контроль специалистов. Третье, у Гомельской областной клинической психиатричной больницы дейничная горячая линия. Ее номер 306347. Марина Джала, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской области протягивается профилактичное мероприемство «Беспирошкодный проезд». Его основная мета – звернуть увагу водителям на проблему парковки у дворах жилых домов. Выпадки, коли припаркованные машины створают перешкоды для руху спецтранспорту, зусим не редкие. Проблема актуальна не только для Гомеля, а и для районных центров. Наступный репортаж с Мазыра. Раница каждого прационного дня для водителям сметчевоза начинается с клопотов. Проезд по Мазырске дворах, густо заставленных автомобилями, переутворяется в соправдный квест. Забрав сметчевоз – узровень пройденный. Двор дома номер 48 по улице Интернациональной – выпробование для профессионалов. Каб подъехать до Баков, водитель Сергей Артюшенко загадя разгортывается и сдае задним ходом, лавируючи помеж автомобилями. Старенький газ куда больше поворотливый, чем, например, сметчевоз на базе Маза. Але и на им выконость працу отрымливается не завсёды. Наприклад, у гэтом выпадку выгрузить контейнер с другозной сыровиной не удалося. Перешкодзела припаркованная легковушка. Бывает, они стоят, мы не забираем, едем дальше, а потом едем вторым, третьим рейцем сюда, чтобы забрать. А вот калли размова и депровартование життя, просто разгорнуться и съехать нельга. Александр Слезенко працуе на машине худкой допомоги. Кажет, часом немогчимо не только добраться до подъезда, а ле и просто заехать во двор. Самое время, это у нас вечером, когда с работы возвращаются все, и не можно как бы проехать, начинаешь. Подходят, просят, отгонят машину туда-сюда, а в это время надо помочь оказать их. И получается, особенно ночью даже, невозможно проехать просто. Бывает, нужно срочно выносить больного, а подъехать к приезду, как вы видите, не можно, потому что машины стоят. Сирот проблемных мазырских адресов – Мира-7, Котлауца-17, Гагарына-5. Дворы этих домов перетворились у аутостоянки. Особливо шмат машин у районах новой забудовы. Разметка нанесена на боку дороги, прилегающей до жилого дома. Такая стоянка заборонена правилами. Боу-назвычайной ситуации припаркованные автомобили могут стать сурьезной перешкодой для спецтранспорту. С метой упылнить водителя упарковаться по правилах. На протягу месяца держит инспекция в области проводить профилактичное мероприемство «Беспирошкодный проезд». С 27 января по 26 февраля на территории Гомельской области проводится профилактическая акция «Беспрепятственный проезд». Цель данного мероприятия направлена на профилактику нарушения остановки и стоянки транспортных средств во дворах жилых массивов. Хотелось бы напомнить гражданам, что нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств влечет административную ответственность. Предупреждение либо штраф – одна базовая величина. За полторные порушения штраф подвоится. Левых обуви с рублем будут в крайних выпадках. Головная задача – формировать у водителев отказное оставление до выполнения правилов. Нагадать, что машина не повинна створать пирожкод ни на дороге, ни на стоянце. Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке телеканала «Мазыр». Это и другие новины. Информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.